В начале мая под председательством президента состоялось видеоселекторное совещание, посвященное совершенствованию деятельности служб скорой и экстренной медицинской помощи. Тогда был поставлен ряд задач перед ответственными лицами. Говорилось о том, что еще нужно сделать в системе. Новые возможности открывает подписанное главой государства постановление о совершенствовании системы оказания населению скорой медицинской помощи. Документом создаются 14 региональных филиалов Республиканского центра скорой и медицинской помощи и внедряется в практику единая вертикальная система управления. Все детали раскроют комментарии нашей программы. 103. Номер, знакомый каждому. За этими цифрами скрываются надежды людей, нуждающихся в помощи. Минута порой тянется, как час, когда ожидаешь прибытия неотложки. Да, проблемы скорой медпомощи многим известны. В первую очередь, она должна соответствовать названию, то есть быть действительно скорой. Квалификация персонала должна быть на уровне наличия основных лекарственных препаратов, оборудований, чтобы эту самую помощь оказывать. Ведь не секрет, что она еще несколько лет назад сама нуждалась в неотложной помощи, оставляла желать лучшего оснащенность необходимым медоборудованием и так далее. В последние годы в этом плане ведется широкомасштабная системная работа. Решаются многие вопросы. Тем не менее, еще предстоит немалая работа по дальнейшему совершенствованию деятельности, что в частности глубоко анализировалось на состоявшемся под председательством президента 5 мая этого года в виде селекторного совещания, посвященном совершенствованию деятельности служб скорой и экстренной медицинской помощи. Как отмечалось, в прошлом году поступило более 50 тысяч жалоб на прибытие бригад скорой помощи с опозданием. Одной из причин этому является отсутствие единого управления службами. В частности, вопросы приема на работу в систему скорой помощи обеспечены лекарствами, транспортом, топливом, координацией работы водителей находятся в ведении разных ведомств. Из-за такой путаницы в управлении оказание скорой медицинской помощи ограничено территорией района. На всесторонние решения этих проблем, ускоренное развитие данного направления, его финансовой стабильности, надлежащей оперативности, технологичности и эффективности, дальнейшее приближение к населению, направлено на постановление президента о совершенствовании системы оказания населению скорой медицинской помощи, на основе которого создаются 14 региональных филиалов Республиканского центра скорой медицинской помощи и внедряется в практику единая вертикальная система управления. На сегодняшний день скорая помощь в регионах распределена, у нее нет четкой вертикальной системы управления, что является своего рода причиной недостаточно корректной работы скорой медицинской помощи. Вертикальная система управления дает возможность управлять скорой медицинской помощью, управлять техническими средствами, автомобильными ресурсами, человеческими ресурсами скорой медицинской помощи централизованно, эффективно и более результативно. Надо сказать, что на основе опыта города Ташкента во всех регионах Республики с 1 сентября будущего года полностью будет внедрена электронная автоматизированная система управления скорой медицинской помощи. Используя опыт столицы в региональных филиалах, центра намечается наладить деятельность единых колл-центров, в которых наряду с операторами, принимающими вызовы, организуют деятельность службы специальных медицинских консультаций, состоящие из врачей, а на руководящие должности будут назначаться достойные кандидаты из числа талантливой молодежи IT-парков. Внедрят в систему направление по вызову соответствующих медицинских бригад посредством распределения в зависимости от состояния пациента, вида и степени тяжести болезни. Они будут оказывать услуги с учетом близости к пациенту, независимо от административных границ районов и городов. На сегодняшний день в городе Ташкент внедрена система скорой медицинской помощи, которая позволяет реагировать оператору, выбирать самую ближайшую машину к заявке, которая находится вблизи от этой машины. Соответственно, это дает нам возможность оптимизировать маршруты к заявке от машины. Время приема и направления вызова в бригаду составляет 2 минуты максимум. А время доезда скорой машины составляет 15 минут. И это является основополагающим и самым главным важным элементом скорой медицинской помощи в принципе золотого часа. На развитие службы скорой медицинской помощи и ее цифровизацию будет направлено 85 миллиардов сумм. Также на основе проекта Всемирного банка по развитию экстренных служб на реализацию мероприятий, связанных с цифровизацией скорой и экстренной медицинской помощи, будет выделено 5 миллионов долларов. В рамках плана по этапному обновлению парка автотранспортных средств в этом году будет приобретено 890 автомобилей. В 2023-2025 годах 1350. Республиканский учебно-тренировочный центр неотложной медицинской помощи при Министерстве здравоохранения будет реорганизован в школу повышения квалификации и переподготовки работников Республиканского центра скорой медицинской помощи. Такие же будут центры созданы у нас в регионах для того, чтобы старшее поколение могло обучать новых сотрудников, то есть делиться опытом, показать, как уметь оказывать экстренную помощь на догоспитальном этапе. То есть у нас такие симуляционные центры, как можно оказывать первую медицинскую помощь, то есть это сердечно-легочная реанимация, как снимать правильный КГ, фибрилляцию, дело оказать на догоспитальном этапе и как правильно довести больного до стационара. До конца текущего года будут созданы круглосуточные экстренные приемные отделения по распределению больных в зависимости от степени тяжести заболевания в центральных районах городских больницах. С передачей лечебных мест в отделениях экстренной медицинской помощи в состав педиатрических, терапевтических и хирургических отделений. Экстренные приемные отделения в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи и его региональных филиалах во всех межрайонных центрах, сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний. Зеленая зона – это пациенты, которые в легком состоянии, то есть это для, значит, непосредственно к специалисту, который даст необходимые рекомендации и амбулаторно окажут необходимую помощь. Желтая зона – там организована в зависимости от коечного фонда центра от трех до шести коек, куда будет больной госпитализирован и будет находиться в течение нескольких часов. И после установки конкретного точного диагноза пациент либо будет госпитализирован в отделении, либо будет направлен на амбулаторное лечение по месту жительства. И красная зона – это больные уже с бессознательным состоянием. В основном это больные после ДТП, после катотравмы, после инсульта, инфаркта, острых каких-то состояний, которые требуют неотложной помощи. И после установки точного диагноза пациента либо госпитализируют в реанимационном отделении, либо проводится экстренная операция. Также будут созданы межрайонные центры сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний со статусом обособленного юридического лица в городской клинической больнице номер один Шехантахурского района, городской клинической больнице номер четыре Яшнабадского района, городской клинической больнице номер семь Юнусабадского района и городской больнице скорой медицинской помощи в Учтепинском районе города Ташкента. Эти центры будут оснащены различными видами медицинского оборудования. Более 34 вида оборудования будут. Дополнительно будут введены штаты для специалистов, это нейрохирургов, анализологов, аниматологов, травматологов. И эти центры будут работать для принятия пациентов именно в экстренных ситуациях. То есть это при инсультах, инфарктах, при получении различных родов травм, при ДТП, катотравмах. То есть, соответственно, оказание помощи этим больным намного качественно вырастет. Будут созданы возможности по осуществлению вызовов через мобильные приложения. О свободных койках местах в больницах можно будет узнавать через электронную информационную систему в онлайн-режиме. Утверждается программа по улучшению качества и дальнейшему приближению к населению скорой медицинской помощи. Состав рабочей группы по реализации мер, направленных на реформирование службы скорой медицинской помощи. План поэтапного обновления действующего парка автотранспортных средств системы скорой медицинской помощи. Будет проведена работа в частности по оснащению автомашин скорой медицинской помощи средствами радиосвязи и GPS-трекерами. Абригад скорой медицинской помощи – планшетами. Местные хокемиаты совместно с агентством по кадастру до конца этого года завершат работу по присвоению номинований 10 тысячам улиц. То есть налицо комплекс мер, который и должен поднять качество данного очень важного как в самой сфере, так и в жизни людей направления на совершенно новый уровень.